Вот уже почти четверть века, как в московском метро ездят поезда, отличающиеся от номерных и Е-образных. Мытищинским заводом за это время было выпущено пять моделей так называемого нового поколения. Бесчисленное количество споров и откровенных срачей вокруг них было за эти годы. И это понятно. Сколько людей, столько и мнений. Попробуем оценить, какая из выпущенных моделей объективно лучшая. Для этого возьмем шкалу оценки от 0 до 5, где 0 отсутствующая функция, а 5 начисляется за хорошо выполненную функцию или элемент конструкции или дизайна. Каждая модель номинируется в восьми номинациях. Стабильность работы, дизайн, удобство салона, вентиляция, климат, шум, беспроблемность ремонта, востребованность на зарубежных рынках. И первой идет та, с которой все началось 33 года тому назад. Ее величество Яуза, родоначальница всех новых типов мытищинских вагонов. Стабильность работы, оценка 0. Эта модель никогда не отличалась стабильностью работы, регулярно была виновницей сбоев движения и целого ряда аварий. Виной тому низкое качество комплектующих и целый ряд недоработок. Дизайн. Оценка 4. Изначально выполненный дизайнерами ваза на твердую пятерку дизайн Яузы был испорчен похабным заводским исполнением и упрощениями. Тот случай, когда дизайнеры не смогли заставить технологов и рабочих делать как надо. Удобство салона. Оценка 4. Большое количество стоячих мест, удобные поручни, не самые плохие диваны. Главным недостатком является тусклое освещение в опытно-промышленном варианте. Вентиляция. Оценка 3. Неплохая, если работает. Климат. Оценка 0. Отсутствует. Шум. Оценка 2. Высокий уровень внешнего шума, плохая шумоизоляция, единственным элементом которой являются стеклопакеты. Беспроблемность ремонта. Оценка 0. Отсутствует. Востребованность на зарубежных рынках. Оценка 0. Общая оценка 13 баллов. Модель 81740 «Русич». Стабильность работы. Оценка 4. В целом стабильный тип, отработанный за 19 лет эксплуатации. Картину портят редкие аварийные случаи и внеплановые заходы в допо. Последнее, впрочем, случается реже, чем у номерных. Дизайн. Оценка 4. Дизайн по меркам начала 2000-х неплох. Но и не чудо красоты. Все на своих местах. Однако есть несогласованные между собой элементы. Удобство салона. Оценка 3. Низкопосаженные сидения и общий недостаток сидячих мест на единицу длины вагона. Низкие дверные проемы. Узкий переход между секциями. Не самая оптимальная конфигурация поручней. Низкая пассажировместимость. Вентиляция. Оценка 1. Что есть, что нет. Климат. Оценка 2. Работает из рук вон плохо. Неграмотно сконструирован. Шум. Оценка 3. Высокий уровень внешнего шума и посредственная шумоизоляция. Она была бы лучше, если бы все форточки были плотно закрыты и желательно на замок. Но этому препятствуют плохие вентиляция и климат. Беспроблемность ремонта. Оценка 3. Проблемы с поставками запчастей, часть блоков, в первую очередь САУ Витязь, более не производятся и не поддерживаются производителем НИИП имени Тихомирова, из-за чего подвис вопрос о капитальном ремонте. Востребованность на зарубежных рынках. Оценка 3. За годы производства был неплохо востребован Метрополитеном Софии. Общая оценка 23 балла. Модель 81760 АК. Стабильность работы. Оценка 5. Стабильный тип, хорошо отработан за время испытаний и первые годы эксплуатации. КЖЦ также является дополнительным фактором, обеспечивающим стабильность работы. Дизайн. Оценка 3. Посредственный экстерьер, испорченный неудачной маской и плохо подобранным окрасом. Дизайн интерьера сработан достойно, без изысков, но не стыдно. Удобство салона. Оценка 4. Достаточное количество удобных сидячих мест, грамотно спроектированных по высоте и ширине. В целом нормальное расположение поручней, но с небольшими недочетами. Хорошее освещение во всех точках салона. Относительно удобная для восприятия информационная система. Вентиляция. Оценка 3. Не самым удачным образом спроектированные воздуховоды. Климат. Оценка 4. Работает достаточно исправно, поддерживает относительно адекватные температуры для каждого времени года, однако могут попадаться и вагоны с неисправными блоками климата. Шум. Оценка 4. Сниженный уровень внешнего шума. Достаточно приличная шумоизоляция. Однако фраза «есть к чему стремиться» в целом про этот вагон. Беспроблемность ремонта. Оценка 5. В целом вагон не вызывает нареканий в части ремонта и обслуживания. Спроектирован грамотно. Все комплектующие производятся и поддерживаются их производителями. КЖЦ также является дополнительным фактором, повышающим оценку. Востребованность на зарубежных рынках. Оценка 2. Была единичная поставка в метрополитен Баку, модификации 760b. Общая оценка 30 баллов. Модель 81765 Москва. Стабильность работы. Оценка 5. Тип достаточно хорошо отработан, так как базируется на базе вагонов 81760, являясь по сути их модернизированной версией. Дизайн. Оценка 5. Хорошо отработанный и согласованный дизайн интерьера и экстерьера. Первый тип мытищинских вагонов, к дизайну которых приложили руку итальянцы, разрабатывавшие маску и отдельные элементы салона. Грамотно выполненные цветографические схемы экстерьера и интерьера. Удобство салона. Оценка 5. Салон спроектирован грамотно. Соблюден баланс между количеством сидячих и стоячих мест. Удобная система поручней. Удобные сидения. Хорошее освещение. Удобная система информирования. Вентиляция. Оценка 5. Хорошо отработана схема подачи воздуха. воздухообмен происходит во всех точках салона. Климат. Оценка 5. Климат работает стабильно, хорошо, поддерживая комфортный диапазон температур в любое время года. Шум. Оценка 5. Сильно снижен уровень внешнего шума за счет применения новых решений в экипажной части тележки. Отличная шумоизоляция салона. Беспроблемность ремонта. Оценка 4. В целом проблем нет, не считая отдельных узких мест в конструкции и некоторых элементов. Имелись проблемы с обслуживанием по КЖЦ. Востребованность на зарубежных рынках. Оценка 5. Вагон хорошо востребован на зарубежных рынках. Неплохо закупается метрополитенами Баку и Ташкента. Ожидаются поставки в Тбилиси. Общая оценка 39 баллов. Модель 81775 Дэйна. Она же Москва 2020. Стабильность работы. Оценка 5. Как и в случае с 765 моделью, является дальнейшим развитием линейки моделей на базе 81760. И в свою очередь является модернизированной версией 81765. Сюрпризов тут нет. Дизайн. Оценка 4. Экстерьер портит не самый удачный выбор маски и внешние накладные двери. Интерьер в аспекте дизайна выполнен отлично. Удобство салона. Оценка 3. Оценка была бы ниже, если бы ситуацию не спасли удобные поручни, широкие двери, удобная информационная система и широкие межвагонные переходы. Увы, количество сидячих мест не выдерживает никакой критики. Их удобство значительно хуже, чем у предыдущей модели. Конструкция сидений привела к сужению прохода по оси вагона. А сами покрытые тканью вставки не только жесткие, но явно трудно снимаемые, что в условиях кольцевой линии привело к тому, что химчистка проводится нерегулярно. Ну и разумеется, сам салон стал ощутимо уже. Из-за того, что кузова вагонов тоже стали уже. За что отдельное спасибо в кавычках департаменту транспорта Москвы, возжелавшему крайне широкие дверные проемы, сделавшие невозможным использовать прислонно-раздвижные двери из-за сильно возросшего веса створок. Вентиляция. Оценка 5. Спроектирована отлично, как и у предыдущей модели. Климат. Оценка 5. Так же, как и у предыдущей модели, работает отлично. Шум. Оценка 5. Низкий уровень внешнего шума, если не работают на полных оборотах вентиляторы климатики. Низкий уровень шума в салоне. Еще ниже, чем у предыдущей модели. Беспроблемность ремонта. Оценка 5. В целом, проблем не возникает. Востребованность на зарубежных рынках. Оценка 0. Отсутствует. Общая оценка 32. И победителем объявляется модель 81765. Самый удачный вагон за последнюю четверть века по совокупности свойств и качеств.